Друзья, всем привет, сегодня хочу перенестись в Рязани. Рязань это прекрасный русский город, к сожалению, над которым нависла угроза полного уничтожения, потому что глава города решил все застроить 25-этажными панельными муравейниками, они связаны с каким-то безумием, но сейчас я не про это. Я недавно посмотрел сюжет канала «Россия-1» из Рязани, где они возмущались пешеходами. Ну, как вы хорошо знаете, во всем виноват пешеход. И вот они пишут, что в Рязани ловили пешеходов-нарушителей, это по их вине происходит каждое второе ДДП с наездом, а водителям нужно быть на чеку даже там, где нет перехода. В общем, центр города, Рязань, Первомайский проспект и пешеходы-злодеи. Давайте посмотрим этот ролик, который выпустил сюжет канала «Россия-1». Напоминаю, что журналисты канала «Россия-1» — это федеральный канал, они получают деньги из наших налогов. Мы платим им деньги, чтобы они несли добро, чтобы они несли свет знаний нам. Давайте посмотрим, чем они занимаются, и поможем разобраться журналистам, кто все-таки виноват пешеходы или, может быть, есть другие причины. Вы совершили наезд у пешехода и занимаетесь трассой. Досада, гнев, разочарование. Пешеход скорее мертв, чем жив. Экзамен не сдан, но есть следующая попытка. В реальной жизни другого раза может и не быть. Дорога ошибок не прощает. С начала года в регионе в ДТП пострадали более 20 человек. Один погиб. Причем в половине случаев виноваты сами пешеходы. Сегодня сотрудники госавтоинспекции провели профилактический рейд, вычисляли нарушителей. Сотрудники госавтоинспекции несут службу в тех местах, где это наиболее актуально. То есть это те места, где пешеходы чаще всего пренебрегают правилами дорожного движения, тем самым создавая аварийную обстановку. Экипажи ГИБДД дежурили в центре города. Да, вы обратили внимание, что пешеходы виноваты. Какие плохие пешеходы. Уже покажите этих злодеев, этих ужасных пешеходов, которые во всем виноваты. На площади Ленина, улице Есенина и Первомайском проспекте только за один час инспекторы оштрафовали четверых. Нарушители в основном люди пожилого возраста. Только посмотрите, четырех нарушителей за час они оштрафовали, и нарушители люди пожилого возраста. И вот в этом моменте у журналистов ничего в голове там не рождается. В чем же дело? Давайте сюжет до конца досмотрим. Пешеходный переход с этого места перенесли несколько лет назад, но по старой памяти бабушки перебегают дорогу в бурлящем потоке транспорта за видом бесстрашием. Пешеходный переход был, а его перенесли, вот, а бабушки вот они такие сякие, они вот по старой памяти, по старой памяти они перебегают в потоке машин. Управдание, говорят, до перехода идти далеко, здоровья нет. Парадокс. Сейчас автобус будет, а потом не дождусь целый час. Смотрю, там свободный, тут свободный. Ну а что, зачем убрали переход-то, непонятно. Ну, бабки вот обходить туда-сюда, это же целая остановка. А ноги больные у человека, вот поэтому и все летят. Как оказалось, на Первомайском проспекте таких отчаянных пешеходов масса. Торопятся по делам, надеясь, что успеют проскочить и не попасть под колеса. А между тем, в условиях гололедицы резко становиться автомобилю очень тяжело. Тормозной путь увеличивается. Безопасность дорожного движения зависит от каждого участника, будь то водитель или пешеход. Причем обязанности у всех равные. Да, ну, в принципе, все понятно. Бабушка, которая перебегает дорогу и говорит, что у меня ноги больные, я уже не могу ходить туда-сюда. И, действительно, если мы посмотрим на этот участок, на котором журналисты снимали репортаж, то мы увидим, что автобусная остановка, она находится прямо вот по центру между двумя пешеходными переходами. Расстояние между пешеходными переходами практически 350 метров. 350 метров это запредельно много, даже ГОСТ и СНИП рекомендуют располагать пешеходные переходы в городе на расстоянии 200-300 метров, не более. Потому что человеку уже дальше идти тяжело, особенно если речь идет про пожилых людей. И вот бабушка, она вынуждена рисковать жизнью. Она не нарушитель, она вынуждена рисковать жизнью. Перебегать улицу, перебегать этот проспект, чтобы успеть на этот гребаный автобус. Из-за того, что какое-то мудачье в администрации города, они убрали переход. Потому что он им, видите ли, как-то там не понравился. Потому что остановка располагается между двумя пешеходными переходами. И чтобы с одной стороны улицы на другую перейти, нужно пройти там 350 метров. Такое происходит во многих городах, потому что управляют нашими городами, проектируют улицы люди, которые сами этими городами не пользуются. Они не пользуются инфраструктурой, которую они проектируют. Люди, которые принимают решение перенести переход, они ездят на машине. Люди, которые обвиняют во всем пешеходов, которые потом подводят эту статистику, они ездят на автомобиле. Им не понять, что такое ты старый пожилой человек, что такое у тебя больные ноги, а тебе какой-то мудак говорит, давай-ка ты 350 метров оббеги. Потому что мы решили здесь убрать переход или мы решили как-то оптимизировать движение. Поэтому, когда говорят, что пешеходы виноваты, когда говорят, что эти бабушки какие-то сумасшедшие и не такие. Мне все время хочется, чтобы на их место поставить городских чиновников, чтобы они взяли и попользовались городом, который они проектируют. Делайте нормальный удобный город и никто не будет бегать. Виноват не пешеход, виноваты вы, виноваты проектировщики, виноваты люди, которые сделали город, в котором невозможно комфортно жить. Те, кто проектирует этот город, они думают, что они никогда не окажутся в ситуации, что им придется перебегать улицу. Что у них не будет сил перейти дорогу, что у них не будет сил спуститься в подземный переход. Они думают, что их-то никогда не коснется, потому что сейчас у них есть водитель, у них есть дорогие, хорошие машины, купленные за счет бюджета. И все у них всегда будет хорошо. Но нет, друзья, рано или поздно и вы состаритесь, и ваши родители будут пользоваться городом, тогда вы поймете, что вы проектируете. Пишите в комментариях, кто из Рязани вообще, как вы там живете, как вы там живете в своей Рязани и почему вы до сих пор терпите такое издевательство. Особенно это касается 25-этажных панельных муравейников, которые решил построить ваш глава города. Это вообще кошмар и ужас, ребята. Вы уничтожите город и потом уже будет с этим сложно что-то сделать. Я прошу зрителей распространять этот ролик. Требуйте удобных, безопасных городов. Не дайте себя обмануть, не дайте запудрить. Мозги виноваты не пешеходы, виноваты чиновники, виноваты проектировщики. Всем пока, лайк, подписка, коммент и колокольчик.